так добрый день дорогие друзья надеюсь меня видно слышно все хорошо вроде бы изображение есть звук тоже приветствую вас давайте с вами рассмотрим интересные идеи октябрь начало продуктивное у нас было этого месяца да посмотрим сейчас что у нас сформировалась на конец недели по золоту ребята по золоту интересная ситуация в плане набора я себе очертил до уровень канала 17 50 17 70 вот вы увидите да что было снижение какой-то ниже не пустили выкупили и стоим пока в этом диапазоне ранее уже был здесь укол да по идее по логике да по техническому анализу так как я торгую должен был быть слив да то есть после пробития у нас должно было бы движение движение не оказалось кто-то удержал кому-то интересно эта цена вернули в диапазон или добираем обратно по тренду или все-таки из-за того что не пустили да идет набор скорее всего можем увидеть выход наверх потому что раз был укол второй раз более глубокий сейчас опять набираем когда смотреть смотрел бы или выше 1770 или опять когда вот честно говорю прошляпил я эту точку входа 1750 очень хотел взять к сожалению сперва не поверил после этого уже было поздно уже поздно было пить боржоми сразу не поверил что будет такой отскок потому что некрасиво подходили к этому уровню хотя точка имела место быть можно было на один риск попробовать да взять но тем не менее не взял сейчас буду смотреть ситуацию в дальнейшем пока стоим внутри диапазона 50 процентов на то что вверх пойдем 50 ниже то есть как всегда у нас на рынке вероятность по выходу я бы уже тогда определял пока смотрится вроде бы сильно вроде бы держа да не сливают поэтому я бы посмотрел все таки на открытие лонговых позиций но это золото в пятницу в три часа там по америке например открытие выходит какая-то новости его сливают поэтому здесь тех анализом нужно быть аккуратным поэтому это потому что это золото по серебру по серебру аналогичная ситуация кстати вчера удалось взять вот эта граница небольшой трейд интересно ли она я бы сказал да если вы например не можете взять хороший объем по золоту да но будьте очень аккуратны по серебру в плане того что он бывает не всегда ликвидный вот это начало сессии но тем не менее он даже внутри дня иногда бывает не особо волатильный такой как золото но для маленьких депозитов это совершенно отличный инструмент то есть если вы на золото не можете много контрактов зайти потому что гарантийное обеспечение и прочее то по серебру намного меньше парохода и вы больше можете взять позицию на тот же самый риск который брали бы по золоту поэтому серебро смотрите коррелирует с золотом пока ситуация точно такая же единственное что здесь не такой четкий выраженный канал но тем не менее как корреляцию можете торговать также как рекомендация по золоту по нефти по нефти интересная ситуация в плане того что одержали мы 80 да на московской бирже это новый контракт да у нас не так как на форексе нет возможности посмотреть всю историю да тем не менее ее достаточно мы видим что на этом фьючерсе уже укололи у нас 80 выкупили и теперь интересная ситуация будет развязываться у нас в районе 83 40 83 50 объясню почему потому что с одной стороны сейчас я вам отмечу с одной стороны мы продержались на психологическом уровне 80 да видите был укол там с 97 был да вот удержали 80 все замечательно вышли выше протестировали все все красиво вроде бы лонг единственное что меня смущает после вот такой после такого хая была слишком глубокая коррекция это не очень хорошо для лонгов поэтому смотрите ситуацию вблизи 83 50 если будем закрепляться всегда не спешите по нефти нефть в основном дает заход да она не идет прям сразу моментально навсегда хорошо рисует точку входа будьте осторожны скорее всего если здесь начнут засаживать увидите что было процент консолидации все замечательно рисовал салонки потом будут заводить обратно скорее всего можно попробовать спекулятивно опять же потому что вы на глобальном тренде находит спекулятивно аккуратно взять шорт и какие-то свои три четыре пять к одному забрать но не жадничать потому что в любой момент разворачиваться тренд разворачиваться рынок и идет в сторону тренда потому что инерцию вот эту которую мы набрали очень тяжело остановить одним днем или вот такой формации поэтому будьте осторожны если будут разводить можно попробовать шорт но в основном смотрите по тренду торгуйте по тренду это будут самые большие ваши деньги именно заработанные по тренду доллар рубль не интересно пока до сели нас ниже уровня пока стоим сегодня пятница скорее всего будет откуп да кто-то будет фиксировать свои позиции кто открывал заранее поэтому пока ничего интересного единственное что если мы вернемся к этому уровню здесь можно будет посмотреть но очень аккуратно скорее всего после ложного пробоя или даже заведут постоять несколько дней покажут что вот все замечательно мы зашли в канал и тогда только открывать шортовые позиции то есть после тестирования уровня 73 432 по евро доллару хотел бы вам что-нибудь интересно рассказать к сожалению ничего посмотрим с вами атр атр как всегда у нас убийственно средний ничего интересного до движемся по тренду если удастся где-то зайти по хорошей цене на продолжение движения да но я бы уже ждал отката потому что очень много прошли я не считаю это за откат да то есть откат должен быть более весом и если мы например прошли то вот это движение можно назвать откатом здесь пока без отката идем уже с 3 сентября месяц я бы уже ждал какого-то отката может это произойдет как раз от этого хвоста да мы едем на часовике где-то вот здесь ловить отскоки я бы не стал поэтому просто отпущу инструмент посмотрю как он поторгуется если будет какая-то какой-то возврат в диапазон хотя бы 1 17 после отката можно посмотреть если накопят энергию да опять постоят потусуются здесь сделать какой-то ложный пробой что было бы вообще великолепным и тогда пойдут дальше по движению по тренду поэтому вот такой коротенький обзор пока наблюдаем пока смотрим очень осторожно торгуем желаю вам хороших трейдов прибыльных сделок всего доброго